Как заполнить 3НДФЛ на налоговый вычез за лечение? Чтобы физическому лицу вернуть налог за медицинские услуги, потребуется форма 3НДФЛ на лечение. Заполненный по шаблону лист подается в налоговую службу. Но не все знают, как правильно и безошибочно заполнять документ. В этой статье будет дан ответ, как оформить и осуществить подачу декларации соответствующим органам. Подробное руководство по заполнению декларации. После того, как гражданин РФ пришлось долго лечить больной зуб, ему нужно подать заявление на возмещение потраченных денег, хотя бы какого-то процента. Пошаговая инструкция может заполнить 3НДФЛ на возврат за лечение. Большинство людей сталкиваются с этой проблемой, они не знают, как заполнить 3НДФЛ на налоговый вычез за лечение в 2018 году. В первую очередь необходимо подготовить бумаги с личными данными, паспорт гражданина РФ и НН, справку 2НДФЛ от работодателя, когда приходилось лечиться с помощью медицины, к примеру, в стоматологическом кабинете. Если этих справок несколько, предоставляются все чек об уплате услуг медперсонала. Здесь указывается сумма и вид лечения чека. Покупки дорогостоящих медикаментов. Форма 3НДФЛ. После этого необходимо выполнить следующее действие. Вбить в войсковой строке браузера 3НДФЛ 3НДФЛ и перейти на бланк. Там и будет заполняться основная информация. Выбирается год, за который нужно возвращать налогообложение. За этот срок должна была быть совершена оплата медицинских услуг и покупка лекарств. Затем перед пользователем откроется несколько предложений, где нужно поставить галочку. Необходимо определить цель заполнения документа. Найти пример заполнения 3НДФЛ и возврате за лечение. Образец поможет сделать все правильно. Указываются данные личного кабинета, электронная почта и пароль. Пароль можно будет составить новый, если пользователь забудет старый. Это необходимо для дальнейшего доступа к отчету. Дальше программа переходит на форму для заполнения личных данных. Указываются ФИО, пол, дата и место рождения, адрес. Затем нужно нажать «Далее». Указать свой статус. Там будут вопросы и варианты ответов «Да» или «Нет». После чего вводится АКТМО. Можно ввести вручную, а можно определить автоматически, если до этого уже вводился адрес. 3НДФЛ на лечение по образцу заполнения оформляется быстро, поэтому с этим не возникнет проблем. Из личных данных остается заполнить место проживания по прописке. Затем из паспорта нужно перенести информацию, вид документа, серийный номер, дату выдачи, кем выдан. Вводится номер ИНН. Если этой бумаги нет, просто поставить галочку «Оли» по меня не РИНН. Поставить галочки в разделе «Информация о декларации». Затем нажать кнопку «Далее». Заметки о доходах. Проводится анализ. Подобную информацию берут из справок, взятых с места работы. На основании имеющихся справок необходимо указать данные о расходах на социальные нужды, терапевтические методы и приобретение препаратов. В конце внимательно проверяется отечность. Теперь нужно оплатить декларацию любым удобным способом. Теперь можно скачать готовые отчеты и инструкции по ее сдаче в налоговую инспекцию. На официальном сайте можно найти готовый шаблон, заполненный по образцу декларации 3НДФЛ при получении налогового вычета за лечение, для наглядности. Важно не забыть перед сдачей подписать бумаги. Кома положен вычет за лечение. Льгота за оплату лечения полагается нескольким группам граждан. Получение возмещения за расходы считается привилегией трудоустроенного населения индивидуальных предпринимателей. Но есть одно важное условие – гражданин должен получать официальный доход, с которого и будет выплачиваться подоходный налог государству. На возврат части денег с расходов на лечение могут претендовать следующие лица – усыновленные или подопечные дети – супруга, супруг, родители. Важная информация. При подаче заявительного распоряжения на социальный налоговый вычет нужно убедиться, что бумаги, оформленные за оказание медицинского лечения, подписаны именно владельцам. В ином случае, даже если были оплачены терапевтические методы, человек не сможет претендовать на возмещение затрат. За какие медицинские услуги предоставляет социальный вычет? Возмещение можно получать хоть каждый год, но необходимо документально подтверждать свои расходы. Но получать вычет можно за предыдущие три года. То есть, если гражданин подает в 2016 году документы за 2015, 2014 и 2013 годы, возмещение оформляется по итогам года. Правительством установлен общепринятый перечень услуг, за которые обязаны возмещать расходы гражданам, услуги стоматолога, протезирование, лечение и коэкстракорпоральное оплодотворение, проведение платных родов, диагностика и сдача платных анализов. В этот список не входят покупками препаратов, страховые взносы за оплату медицинских услуг. Какова сумма вычета допустима? Максимальная сумма возмещения расходов – 120 000 рублей. При этом социальный вычет будет равен 13% от суммы понесенных затрат. То есть, при такой сумме вернут всего 15 600 рублей. Важная информация. Стоит отметить, что только медицинские организации, выдающие справку о расходах, вправе решать, дорогостоящее было лечение или нет. В соответствующей справке должен значиться код 2. Если лечение признано дорогостоящим, то человек может рассчитывать на возврат денежных средств в размере 13% от общей суммы затрат. Но есть одно условие – возмещение не может превышать сумму выплаченных в течение года подоходных налогов. Социальный вычет равен 13% необходимая документация. Для получения социального вычета необходимо отправиться в налоговую инспекцию по месту прописки. Им предъявить всю собранную документацию, заявление на получение возмещения, чек об оплате медицинских услуг, письменное соглашение. С медицинской организацией, где проводилось лечение, квитанцию об оплате, отчет 2 НДФЛ, с места работы 3 НДФЛ, получение возмещения за расходы по покупке препаратов. Чтобы вернуть деньги, затраченные на покупку медикаментов, необходимо учесть некоторые правила препараты должны были быть куплены. В ходе дорогостоящего лечения, в медицинских организациях нет таких лекарств и по договору сам пациент обязан их покупать гражданину. Вручили справку об оплате медицинских услуг для передачи в ФНС с кодом 2. Есть определенные виды услуг, за которые могут вернуть часть расходов, диагностические мероприятия и лечение при оказании скорой. Помощи, диагностика, профилактические меры терапии и реабилитация при оказании амбулаторно-поликлинической помощи, экстренная терапевтическая, стационарная помощь, а также проведение медицинской экспертизы, оказание медицинской помощи в санаториях и курортах, услуги по санитарному просвещению. Срок получения социального возмещения приходится на 4 месяца. После подачи необходимой документации она попадает к инспектору, который занимается проверкой бумаг. Через 3 месяца рассмотрения документов ФНС обязаны вернуть налог. Деньги придут не сразу, возможно придется подождать около месяца. Продолжение следует...